То, как, когда и где контролируют качество водопроводной воды – с этим вопросом мы обратились в коммунальное предприятие «Севгорводоканал». Поводом для повышения интереса к местной воде централизованного снабжения послужили тревожные звонки телезрителей. Ответ мы нашли в Центральной лаборатории предприятия. Центральная лаборатория является структурным подразделением нашего предприятия. Основной задачей, которой занимается коллектив лаборатории – это ежедневный контроль качества питьевой воды. Ежедневный контроль, согласно графику отбора, осуществляется по трем направлениям. То есть санитарно-бактериологические исследования проводятся, санитарно-химические, токсикологические и радиологические исследования. А точки забора, согласованные с главным государственным санитарным врачом города, эти точки забора находятся на северной и южных сторон города. Кроме того, мы исследуем питьевую воду, которая подается в пригородных зонах и сельской зонах. В присутствии нашей съемочной группы лаборанты проводили исследования образцов воды, привезенной с северной стороны. Результаты биологических исследований будут получены на следующее утро. Залог достоверности анализа – стерильность посуды. Здесь производится стерилизация посуды, которая необходима для анализа питьевой воды. Также стерилизация посуды производится в автоклавах. Бутылки, в которые мы отбираем воду, чашки, колбы – все мы стерилизуем. В токсикологической лаборатории контролируется наличие таких микроэлементов, как мышьяк, свинец, цинк, молебден, медь, марганец. Показатели все у нас в норме, никогда не превышают допустимых концентраций. И даже приборы практически не способны уловить тяжелые металлы в нашей воде. Радиологический контроль ведется в лаборатории относительно недавно. Сразу после Чернобыльской аварии во многих областях Украины были в водоканалах введены должности лаборантов-дозиметристов и получены приборы, позволяющие контролировать уровень радиоактивных элементов в воде. К счастью, за все эти годы в Севастопольском водоканале ни разу не было зафиксировано превышение норм. Уровень радиоактивных элементов в Севастопольской воде на уровне естественного фонового. Анализ питьевой воды, он включает в себя анализ на суммарную активность и активность на содержание радиоактивных элементов, это струн С-90 и С-137. То есть радиологический и радиохимический анализ. Повода для беспокойства о качестве водопроводной воды сегодня нет. Вода соответствует требованиям санитарных норм и правил. Гигиенические требования к воде питьевой предназначены для употребления человеком.